Как вы помните, в прошлый раз мы говорили об общих характеристиках на России, природно-хозяйственных, очертили вот эти параметры русской истории. Ну а сегодня мы, в общем, начинаем базовый курс. Начинаем его с самой большой древности, с тех культур каменного и бронзового века, которые были на территории нынешней России. В принципе, это, собственно, к русской истории отношения не имеет, но мы обязательно должны это зафиксировать, чтобы знать, какие культуры были на территории России. Вы знаете, что древний каменный век называется палеолит, и датировка его, примерная датировка, потому что постоянно уточняются они, но мы будем исходить, что палеолит начался 2 миллиона 600 тысяч, 2 миллиона 800 тысяч лет назад, и делится он на три части – ранний, средний и верхний. В принципе, палеолит падает с точки зрения истории геологических эпох на четвертичный период, который делится, в свою очередь, на плейстоцен и голоцен. Значит, не надо запоминать, естественно, все ранние палеолитические культуры на территории нынешней России, но некоторые нужно запомнить. Значит, запишите, пожалуйста, ранние палеолитические культуры, то есть, повторяю, это период от 2 миллиона 600 тысяч лет назад, 2 миллиона 800 тысяч до 100 тысяч 80 тысяч лет назад. Значит, это вот ранний палеолит. Это Королева на берегу Тисы, хотя это сейчас не территория России, но это неважно, это, так сказать, территория большой исторической России. У Лалинка, это Горно-Алтайск. Вообще, нужно сказать, что в Южной Сибири немало раннепалеолитических стоянок. Средний палеолит – это примерно от 100 тысяч лет назад до 35 тысяч лет. Это так называемая мустьерская эпоха, эпоха мустье. Стоянки Крым, Кавказ, Горный Алтай. На Горном Алтае – это знаменитая Денисова пещера. Верхний палеолит совпадает с возникновением кроманьонца. Это нерешенная абсолютно задача истории, потому что историки спорят, до сих пор непонятно, откуда появился кроманьонец. Он появился совершенно внезапно и очень быстро вытеснил неандертальца. Верхние палеолитические культуры специализировались на охоте и собирательстве. Это так называемая высокоспециализированная охота и высокоспециализированное собирательство. По уровню продукта, создаваемого, высокоспециализированные охотники и рыболовы дают примерно такой же продукт, как ранние земледельцы и кочевые скотоводы. Поэтому структуры социальные у них похожи. Например, тлинкиты в Северной Америке, которых застали переселенцы из Европы, они всю жизнь специализировали, всю свою историю на высокоспециализированной рыбной ловле. Они давали такую раннеплеменную социальную структуру. Так вот, к верхнепалеолитическим культурам на территории России относятся это село Костенки и Боршево в Воронежской области. В Сибири это мальтинская культура. И заканчивается верхний палеолит самым страшным кризисом экологическим в истории человечества, который растянулся аж на 15 тысячелетий. Он начался 25 тысяч лет назад и примерно 10 тысяч лет назад закончился. Верхний палеолитический кризис – это ресурсный кризис, в результате которого население планеты сократилось на 80%. Резко упростилась социальная структура, люди адаптировались к новым условиям путем упрощения. Резко упростилось искусство. Если искусство, скажем, Костенки 30-25 тысяч лет назад – это очень высокий уровень эстетического изображения животных, то то, что пришло позже – это явная деградация. Люди адаптировались к новым условиям. Собственно, так часто бывает в период системных кризисов. Например, темные века в Европе после поздней античности – это время резкого упрощения и даже технического. Например, римские акведуки в 550 году практически все встали. И вот эта высокая культура водоснабжения закончилась в середине VI века. И, собственно, уровень развития производства поздней античности потом был восстановлен только в XII-XIII веках. Значит, кто знает, как называется эпоха, которая следует за палеолитом? Как называется этот век? Палеолит следующий? Неолит. Вы пропустили один важный момент. Неолит – это через раз. Мезолит – средний каменный век. Это 10-7 тысяч лет назад. Появляются лук и стрелы. И первые, хотя робкие попытки одомашнивания животных и растений. На мезолит пришло резкое потепление климата, которое началось 12-11 тысяч лет назад и которое специалисты называют «долгое лето». Вот это «долгое лето» подходит к концу. Потому что, несмотря на все разговоры о потеплении, которое действительно имеет место, но связано не с климатом, а с другими процессами, на самом деле мы вступаем в новый ледниковый период. Вообще геологическая история, как говорят геологи, ну, грубо говоря, я упрощаю, она делится таким образом. 100 тысяч лет, 10-12 тысяч лет потепления, длинное лето, и 85-90 тысяч лет – еще более длинная зима. Вот длинное лето заканчивается. Причем мы, собственно, уже примерно полторы тысячи лет живем в долг, потому что длинное лето должно было закончиться раньше. Но вот оно продолжается. Значит, мезолит Восточной Европы – это Днепр, Дон, Верхняя Волга, я имею в виду стоянки. Мезолит Сибири – это Бирюса, Верхоленская гора, Усть-Белая, Бирюса, Верхоленская гора, Усть-Белая. За мезолитом пришел, как правильно кто-то из вас сказал, неолит, то есть новокаменный век. Это VII-VI тысячелетие до н.э. И с неолитом связан термин, который сейчас меньше употребляется, но когда-то, в 60-е и 70-е годы, он был очень-очень популярен. Термин называется «неолитическая революция». Его ввел археолог Гордон Чайлд. Неолитическая революция – это возникновение производящего хозяйства, земледелия и связанного с ним скотоводства. Неолит Восточной Европы, в Восточной Европе стоянки найдены были, которые 5000-летней давности. Это в районе реки Клязьма. На крайнем севере есть. Неолит Урала и Сибири – это верхнеобская культура. И в Тыве довольно много нашли стоянок эпохи неолита. За неолитом следует эпоха палеометалла, меднокаменный век. Меднокаменный, а затем бронзовый век до Железной революции. Кто знает, когда произошла Железная революция? Вот Троянская война. Из того, что вы читали, фильм «Трое» не надо вспоминать, это абсолютно фильм, построенный на большом количестве исторических ошибок. Троянцы и греки воевали каким оружием друг с другом? Железным или нет? Бронзовым, конечно. Значит, эпоха палеометалла называется «Энеолит». Это на территории бывшего Советского Союза трипольская культура. Это на территории Молдавии и Украины. Это гордость нынешней Украины. Как они говорят, что трипольская культура – это вообще все, из чего все вообще выросло. Трипольская культура, а затем культура шаровидных амфор. Культура шаровидных амфор – это от Эльбы до Среднего Поднепровья. И особенно запомните две культуры, потому что по их поводу сейчас очень много всяких спекуляций. Это Афанасьевская культура на реке Енисей и Окуневская, Южная Сибирь. Окуневская, Южная Сибирь. Афанасьевская река Енисей, Окуневская, Южная Сибирь. Вообще, если есть время, я вам очень рекомендую сходить в исторический музей и там первые 5-6 залов, там очень хорошо визуально это показано на картах, где какие культуры. Бронзовый век – это катакомбная культура от Днепра до Средней Волги. И Андроновская культура – это Южная Сибирь. Это культура в основном начала II тысячелетия до н.э. Ну и затем наступает ранний Железный век и связан он прежде всего на территории бывшего Советского Союза, исторической России, со скифами. Значит, это скифская и гунно-сарматская культуры. Мы говорим сейчас об археологических культурах, а не о протогосударствах. Скифская культура – это VII-II века до н.э. Гунно-сарматская культура – это II век до н.э. IV век н.э. То есть, мы дотопали до исторического времени, до времени прославян. Славяне и прославяне относятся к индоевропейским народам, индоевропейцам. О том, где была родина индоевропейцев, до сих пор ведутся споры. Есть несколько версий. Есть версия Байкала-Дунайская, есть Волжско-Енисейская. Наиболее обоснованной в такой вот мейнстримовской науке считается версия восточно-анаталийская, авторы Гомкрелидзе и Иванов. Но все большую силу набирает северная версия, связанная с проблемой гипербореи, согласно которой индоевропейцы пришли с севера до климатических изменений, серьезной, до катастрофы. Там были иные условия для жизни. Оттуда индоевропейцы сначала двинулись на юг, а уже с юга на запад и дальше на юг и на восток. Вообще, нужно сказать, что индоевропейцы делятся на две группы – индоиранцы и европейцы. И вот европейцы, в свою очередь, делятся на греков и северян, а вот северяны представлены кельтами, италиками, германцами и балтославянами. То есть, славяне вышли из вот этого единого массива. Правда, есть целый ряд исследователей, которые говорят, что не надо выделять германцев отдельно, германцы и балтославяне – это все вместе. Вопрос очень сложный, потому что археологические данные здесь нам ничего не могут сказать, хотя мы должны знать археологические культуры, которые были. Но, тем не менее, сама по себе археология не может сказать, кто это в этническом плане, по крайней мере, если говорить о самых древних периодах. Значит, давайте запишем несколько культур археологических, которые просто нужно знать. Многие археологи из славянских стран считают, что балтославяне и германцы были потомками племен культуры шнуровой керамики и боевых топоров. Это огромный ареал, северное Причерноморье между Балтийским морем, Карпатом и Дунаем. Племена эти занимались скотоводством и земледелием. Возможно, это были ранние индоевропейцы. Хотя основная масса индоевропейцев появляется в Северном Причерноморье в XIII-XII веках до нашей эры, когда это было, по сути дела, первое крупное переселение народов. И вот эта волна индоевропейцев совершенно привела к изменениям всей вот этой южной, юго-восточной части Европы. То, что в греческих мифах отражено, в мифах о подвигах Геракла и вся история Троянской войны, это отзвуки вот этого великого индоевропейского переселения народов. Ну, естественно, очень сильно переосмысленные, фальсифицированные, потому что в реальности, как показывают сейчас серьезные исследования, не греки победили в греко-троянской войне, а троянцы, а греки были, такими бандитами, которые напали на довольно развитый город, чтобы пограбить его. Но это совершенно такая отдельная тема. Так вот, культура шнуровой керамики боевых топоров это на рубеже третьего-второго тысячелетия до нашей эры. Следующая культура, которая пришла на смену и которую тоже связывают с индоевропейцами, это лужицкая культура в бассейнах Вислы и Одера. Это уже на грани второго-первого тысячелетия до нашей эры, то есть это уже историческое время. Представители лужицкой культуры уничтожили представители поморской культуры или культуры лицевых урн. Они хоронили своих мертвецов вот в таких вот урнах, похожих на ящики. Это восьмой-третий века до нашей эры. Скорее всего, это все-таки были не славяне, а балты. Но, повторяю, очень сложно по археологической культуре, особенно древнего времени, вот в, скажем, там, в седьмом-восьмом веках уже можно что-то говорить по археологической культуре, об этнической принадлежности ее носителей. Когда мы говорим о периоде первого тысячелетия до нашей эры, это очень сложно. Археологи не берутся, по крайней мере, толковые, ответственные археологи не берутся. В результате вот этого столкновения лужицкой и поморской культур возник синтез, называется это культура подклашовых погребений. Культура подклашовых погребений. Это верхняя висла. Это тоже связано с погребениями такими в виде ковшей. Это 400-й год до нашей эры, 100-й год нашей эры. То есть, это современники Рима, современники Александра Македонского. Еще одна культура, которую следует запомнить, это пшеворская культура. И одновременно с ней существовала зарубенецкая культура. Это Припять, это Средний Днепр, и, по-видимому, это и славяне, и балты. Ну, и к югу от обеих этих культур существовала близкая им черняховская культура, черняховская культура, которая на рубеже 4-5 веков нашей эры приходит в полный упадок. Связывается это с тем, что они получили удар от гуннов, которые в это время пришли в Европу. Но есть некий парадокс. Великое переселение народов, кто знает, когда великое переселение народов, это какое время, какие века, великое переселение народов. Совершенно верно, 4-6 века нашей эры, и спусковой крючок это гунны. Кто такие гунны? Дело в том, что в 3 веке до нашей эры на территории нынешней Монголии возникла кочевая держава Хунну, китайцы называли ее Сюнну, и это был очень опасный враг китайцев. Они терзали китайцев примерно 300 лет. Но затем Хунну потерпели поражение сначала от китайцев, затем они потерпели поражение от новой кочевой державы Сяньби и постепенно стали мигрировать. Сама держава Хунну разделилась на две части, восточную и западную, и восточная часть вот эта начала постепенно мигрировать на запад, обрастая совершенно другими этническими элементами. И в начале V века, когда они оказались уже в Европе, это уже были не, сказать, тюрко-монгольское ядро оставалось, но это был совершенно уже другой народ. Например, брата Аттила звали Баламир, совершенно славянское имя, столица, которая была недалеко от Киева, называлась Гунни-Гард, то есть там был явный славянский элемент. Так вот, с гуннов начинается, гунные годы, это начало великого переселения, потом к нему добавилось много чего другого, и до VII-VIII веков вот это был такой турбулентный процесс, который совершенно изменил лицо Восточной Европы. Но вот для нас с нашей тематики значение имеет следующее. После великого переселения народов вся Восточная Европа оказалась заселенной славянами. Славяне оказались тем народом, который вдруг внезапно заселил всю Восточную Европу. Давайте теперь посмотрим, каковы гипотезы происхождения славян. Есть две гипотезы, запишите, пожалуйста. Одна восточная, или она называется еще Днепровско-Припятская, и вторая гипотеза северо-западная, Висло-Одарская, северо-западная или Висло-Одарская, и у нее есть такая модификация, карпатско-дунайская модификация этой гипотезы. Нестор, который, в общем-то, так же, как и нашего Карамзина, можно считать одним из первых фальсификаторов истории, при том, что и у того, и у другого много чего интересного, но тем не менее оба фальсификаторы. Так вот, Нестор считал, что родина славян, это земли по нижнему течению Дуная и Панонии, откуда их вытеснили Волохи. Кто знает, кого славяне называли Волохами, какой народ? Подсказка. Это народ, который населял почти весь центр Европы, это народ кузнецов, народ, который создал огромное количество городов, перекопал всю Европу, вся подземная Европа, это работа этого народа, но этот народ не мог создать своего государства почему-то. Воевали они с римлянами, жрецы этого народа называются друидами. Кельты. Ну, кельты. Кельты вытеснили из Дуная и Панонии. Панония это вот придунайская это часть, римская провинция. Один из аргументов в пользу вот этой Карпата-Дунайской прародины славян это совпадение племенных названий западных славян с древнейшими, известными на данной территории с первых веков нашей эры. Но этого маловато. Академик Рыбаков попытался объединить обе гипотезы Дунайскую и Северную происхождение славян таким образом. Рыбаков считал, что прославяне располагались в широкой полосе Центральной и Восточной Европы и эта полоса протянулась с севера на юг на 400 километров а с запада на восток на 1500 километров. То есть он объединил обе гипотезы и Северную и Дунайскую. Он объясняет это наличием естественных границ Судеты, Татра, Карпаты. А на севере она доходила до Балтийского моря. Археологически Рыбаков связывает это с двумя культурами Тшинецко-Комаровской. То есть здесь уже появляется возможность увязывать некие этносы с археологическими культурами. Тшинецко-Комаровская культура и Чернолезская культура. Рыбаков считал, что вот эта эпоха праславянской древности отразилась в мифах в виде сказаний о богатырях-кузнецах, которые побеждают змея, большую букву пришедшего с юга. В виде змея славяне и русские традиционно рисовали кочевников. А кто мне напомнит волны кочевников, которые приходили с древности и до средних веков с юга, которые боролись с праславянами, затем с славянами, затем с русскими. Это кемерийцы, это сарматы, это затем обры или авары, ну, а уже в более близкое время это хазары, печенеги, половцы, ну, и затем монголы. Если вы помните по курсу, сказать, что вы или по то, что вы читали по древности, значит, был такой народ скифы. И греки делили скифов на царских скифов и скифов пахарей. Однако, еще Геродот говорил, что неправильно называть вот этих два, две разновидности одним именем. Скифы пахарей, это, сами называют себя скалоты или скловения. То есть, это два разных народа, царские скифы и скифы пахарей. Скифские и скалотские союзы племен пали под ударами сарматов в третьем веке до нашей эры. После этого произошла деградация археологических культур и новый подъем начался во втором-четвертом веках нашей эры, когда при римском императоре Трояне усиливаются торговые связи между Римом и Восточной Европой. И начинается торговля из сарматской зоны, начинают вывозить в Рим хлеб. Не случайно, кстати, автор слова о полку Игорю сейчас нас не волнует, подделка это XVIII века или это аутентичный текст времен древности. Не важно, важно, что автор слова о полку Игореве называет стародавние века благоденствия веками Трояновыми. А римская мера сыпучих тел квадрантал на Руси называлась четверик, то есть точный перевод, и она использовалась для измерения зерна в России до 1924 года. То есть вот эта эпоха наложила отпечаток на историческую память, действительно, когда прославяне торговали хлебом с Римом и получали за это деньги, и это были века Трояновы, то есть века благоденствия. Сарматы, как и скифы, подошли очень близко к тому порогу, где начинается создание государства, но их отбросили от него уже гунны. То есть трижды прославяне подходили близко очень к тому, чтобы создать протогосударство, но их каждый раз что-то отбрасывало. В VI веке мы видим совершенно четко оформившиеся две группы славян. Анты, которые вторгались на Балканский полуостров, на Византию через низовье Дуная и склавины или славени, которые нападали на византийские провинции севера и севера-запада. По крайней мере, византийцы очень четко различают антов и склавен. Но только их не надо путать. Это не восточные, не южные и не западные славяне. Это совершенно другое деление. Археологи выделяют две группы славянской керамики V-VII веков, четко соответствующие. Одна керамика это анты, другая керамика это склавены. Я не буду вам подробно рассказывать про специфику этой керамики, просто зафиксируйте, что эти два народа уже настолько были разными, что у них и керамика была принципиально разная. То есть любой даже начинающий археолог по форме кувшина скажет это антский или склавенский. Еще раз подчеркиваю, что анты и склавени не были ни восточными, ни южными, ни западными славянами. Это совершенно другое деление. И византийцы, кстати, очень четко их отличали друг от друга. Вместе анты и склавени называются венедами. Венеды или вандалы это очень большой народ, который оставил по себе память в таких названиях, как Венеция и многих других. В 50-е и 60-е годы 6 века нашей эры с антами столкнулись пришедшие из Азии авары или обры. Авары это дело в том, что после того, как держава хунну завалилась, на ее место пришли сяньби, на место сяньби пришли жужжане, а вот когда жужжан разгромили тюрки, жужжане пошли на запад, так же, как когда-то хунны. И в Северное Причарноморье они пришли под названием аваров или обров. В течение 70 лет авары угнетали антов, использовали их сражения в качестве штрафников, зимовали авары на землях антов и грабили их, но в 30-х годах 7 века аварский каганат внезапно развалился и это нашло отражение в поговорке сгинуть аки обре, сгинуть внезапно, сгинуть как авары, но и вместе с аварами исчезают из истории анты, которые, по-видимому, получили новое название, это название поляне. Таким образом, на рубеже 7-8 веков на территории Восточной Европы жило несколько крупных славянских племен. И вот давайте мы их запишем. Поляне это среднее течение Днепра. Поляне, по-видимому, это прямые потомки антов, то есть винетов. Словения это Ильменское озеро, Кривичи и Палачане это верховье западной Двины Волги и Днепра, Дреговичи от слова болота Дрегва это между Припятью и Березиной район. Там и сейчас много болот. Например, когда я был в Белоруссии недавно, мне показали, мы проезжали мимо одной, так сказать, такой территории, мне сказали, что здесь такие болота, что, причем, ну, болота, они не самые такие длинные, но, в общем, болота километров сорок надо пройти. Там несколько деревенек вот на этом большом острове среди болот и вся эта территория находилась под контролем немцев. Немцы ни разу там не побывали. Они не могли пройти через болото. То есть, вот крестьяне, колхозники прожили в этих местах совершенно спокойно всю оккупацию, ни разу не столкнувшись с немцами, потому что пройти через эти болота было невозможно. Вот. Вот это болото называется Дрегва, Дреговичи. А кто знает, как называлось племя, которое жило вот здесь, где мы сейчас с вами находимся? В Вятичи, совершенно верно. Значит, Вятичи – это Ака и Москва-река, Вятичи, Древляне – это Припять и Среднее Поднепровье, ну и целый ряд других племен. Достаточно карту посмотреть, мы на этим ограничимся. Запишите другое. Чем дольше у того или иного племени не формировалась княжеская власть, тем дольше они упоминаются в летописях, как особая единица, как племя. Ну, например, Вятичи последний раз упоминается в 1197 году, то есть в самом конце 12 века. Это означает, что это еще был племенной строй на самом деле. Для славянского лесного севера характерны маленькие городища, А вот у славян леса степи ничем не огражденные села, тянувшиеся по берегам рек. Тянувшиеся по берегам рек. А как вы думаете, почему славяне, которые жили к югу и которые непосредственно сталкивались с кочевниками, они не строили укреплений? Вот те, которые жили в лесах, они строили обычный, там смотришь, такой забор, на нем головы на этих самых, на тыне тех, кто пытался покуситься, а вот славяне южной степи укреплений не строили. Как думаете, хотя они значительно были в более уязвимом положении. Как вы думаете, почему? Дело в том, что от кочевников нельзя было укрыться при соотношении сил за Трентином. И с древности, со 2-3 веков прославяне и славяне строили то, что называлось змиевыми валами. Очень долго считалось, что змиевые валы это, так сказать, мифическая вещь, но в 1930-е годы во время аэрофотосъемки их открыли. Что такое змиевые валы? Насыпался вал, ну, где-то высотой метров сорок и длиной несколько километров. Там проход. Дальше, там, скажем, через километр еще такой же вал. Сюда 5 километров делаем и в шахматном порядке делаем вот такую схему. То есть, это вот так, так, так. Получалась эшелонированная оборона. То есть, для того, чтобы пройти эту территорию, кочевникам нужно было петлять среди вот этих. А на этих валах сидели люди и смотрели. Без бинокля, правда, но, тем не менее, они все видели. И как только появлялись степняки, они зажигали костер. И этот костер видели в 10 километрах, они тоже зажигали костер. В результате очень быстро на расстоянии 56 километров все было уже видно, что опасность, люди переправлялись через реку, прятались, потому что за деревянной стеной не укроешься. Как показала история, скажем, монгольских завоеваний в Средней Азии, в Китае, в Иране, в Наруси от большой массы людей, тем более, если у них есть техника, а, скажем, у монголов были китайские инженеры, например, то это был очень адекватный способ защиты. Про славяне и славяне 6-8 веков делились на племена. Племя состояло из родов. Что такое род? Это совокупность родственных друг другу семей, которые жили вместе и владели общей собственностью и управлялись одним старейшиной. Родовые старейшины и вообще старшие собирались на сход, который назывался Вече, где обсуждались все важные дела. Мелкие общины назывались Верви, которые объединялись в союзы. Союз назывался Волость, отсюда слово власть. Это были уже политические союзы. Поскольку по Днепру шла интенсивная торговля, то здесь возникали города. И города служили опорными пунктами для купцов и местом складов, а им требовалась вооруженная сила. И поэтому в городах возникали дружины или товарищества. Чаще всего это были профессиональные воины, либо севера викинги, либо местные. По преданию два таких воина, Аскольд и Дир со своими дружинами стали править в Киеве. В Новгороде сидел Рюрик, который был на самом деле из западных славян, а вовсе не скандинав. В Полоцке сидел Рогволт, но далеко не во всех княжествах варяги создавали власть. Были и другие княжества, где правили славяне. Например, вы знаете, три богатыря Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Так вот, Никитич это потом уже переделка более поздняя. На самом деле он был на Добрыня Нискинич. Нискиничами назывался правящий славянский род древлянской земли. Это тот самый род, который вроде бы Ольга истребила с помощью голубей, которые там подожгли и так далее. Но важно то, что древляне действительно боролись с полянами, потерпели поражение. Так вот, правящий род назывался Нискиничами, и это был род славянский, а не варяжский. Киев, Русь, Варяги, Хазары, вот эти три слова и та реальность, которая стоит за тем образованием, которое называется Киевская Русь. Хотя термин Киевская Русь не точный. Говорить нужно о древнерусском государстве, потому что Новгород не менее древний город, чем Киев, а может быть и более древний. И торговля начиналась, путь из Варяг к греки начинался с Новгорода. Поэтому правильнее говорить просто о древнерусском государстве или о древнерусской политии. Каково происхождение слова Русь? Впервые термин Русь был отражен в баварском географе. Баварский географ, так называется документ, в кавычках, баварский географ 9 века. Но, хоть он называется баварский географ, он непонятно, кем написан. Значит, в 9 веке, от 9 века, в 9 же веке, арабский путешественник Ибн Хордабек в книге «Пути и стран» тоже говорил о Руси. Термин «варяги» впервые встречается значительно позже, в 1034 году. Нам это очень важно сейчас, чтобы понять соотношение «варяг», «норман», «русь», потому что вопрос до сих пор не решенный. Первоначально «варягом» или «варангом» от слова «вар» назывался «наемник», который приносил клятву верности. В широком смысле слова термин «русь» сначала обозначал все племена подвластные Киеву. Но это в широком смысле. В узком смысле термин «русь» охватывал только по Днепровье. О чем говорят специалисты? Они говорят о том, что необходимо разделять филологический вопрос о происхождении термина «русь» и исторический вопрос о происхождении древнерусского государства. Это разные вещи, потому что очень много было спекуляций. Если «русь» это не русские, значит пришли норманы и устроили тут государство. В самом общем виде нынешнее объяснение происхождения этнонима «русь» можно разделить на две группы. Это гипотезы внешнего происхождения и гипотезы внутреннего происхождения. Первая гипотеза, относящаяся к гипотезам внешнего происхождения, это так называемая северная или западно-финская гипотеза. Дело в том, что прибалтийские финны уже в первые века нашей эры называли скандинавов, прежде всего шведов, «ротси» или «ротс». это от германского слова «дротт» дружина. И до сих пор финны называют Швецию «ротси», а шведов «ротсалайст», то есть очень похоже на «русь». В середине IX века восточные славяне и европейцы говорили о скандинавском происхождении русов и отождествляли их с варягами, потому что большая часть варягов были скандинавами, но далеко не все. То есть они совпадают по принципу кругов Эйлера. Каждый викинг-варяг, но не всякий варяг-викинг. И это запутывает проблему. Вторая гипотеза внешнего происхождения – полуапско-поморска. Здесь название «Русь» выводится из названия племени Ругиев. Это германское племя Руги. Русскому летописанию термин Руги неизвестен. Следовательно, отождествление русов и Ругов произошло не в славянской среде. Южная гипотеза – первая гипотеза внутреннего происхождения. Идет она от Ломоносова, который считал, что Рус происходит от племени Росомонов, от слова «рус-рукс», то есть «светлый русый блестящий». Это на иранских языках светловолосый по внешнему признаку. Кстати, половцы, которых у нас упорно, когда говорят «половцы», даже в наших фильмах, которые ставили о древнерусских временах, половцы – это такие, сказать, темные монголоиды, что совершенно неверно. Половцы были людьми со светлыми волосами и, как правило, светлыми или зелеными глазами. То есть полова – это солома, желтая трава. Еще один вариант внутренней гипотезы – это гидроним «Рось», которое находится недалеко от Киева. То есть есть несколько гипотез, под каждой из которых есть рациональное зерно, но ни одна гипотеза полностью не срабатывает. Что говорит летопись? Притом нужно помнить, что Нестор был большой, мягко говоря, фантазер. В повести временных лет под 862 годом говорится о призвании полянами варягов Русь править их землей. Причем часто очень у нас говорят, что порядка у нас нет, приходите править. Или звучало по-старому «наряда у нас нет». Неправильно. В большей части летописи говорится не о том, что у нас нет наряда, а о том, что нет нарядника. То есть пресеклась мужская линия, и давайте мы пригласим не потому, что нам нужно порядок устроить, а потому, что мужская линия пресеклась. Значит, ну, очень часто, даже сейчас я недавно слышал, один наш политический деятель рассказывал, как пришли три брата Рюрик, Сине, Острувор. Ну, эта версия давно отброшена, потому что еще в XVIII веке было доказано, что Рюрик, Сине, Острувор означает не Рюрик, Сине, Острувор, а Рюрик со своим домом и своей дружиной. То есть трактовка Рюрик, Сине, Острувор, как трех братьев, напоминает анекдот про Чукчу, который приехал из Москвы и сказал, что он теперь знает, что слава КПСС это не человек, а Маркс и Энгельс это два отдельных вообще лица. То есть вот Рюрик, Сине, Острувор, это Рюрик со своим Сине, Хус, Хаус, со своим домом и со своей дружиной пришел править. Вопрос в том, кем был Рюрик, был ли он скандинавом, как это считалось в 18-19 веках, или он был представителем западных славян с острова Рюген. Сейчас все больше и больше ученых склоняется к тому, что он был западный славянин, более того, родственник того правящего в Новгороде на Ладоге дома, который пресекся по первой по пресеклась линия. С чем вообще связана эта нормандская гипотеза? Связана она с тем, что, как сказал в 18-м веке, когда приехали немцы, которые стали писать нашу историю, и сразу же столкнулись с Ломоносовым. Ушла очень мощная вражда, причем не всегда был прав Ломоносов, единственное, он привелся патриотических позиций. Например, такой историк Шлёцер, которому императрица Елизавета Петровна приказала написать историю России, а потом она то же самое приказала написать Ломоносову. Вот Шлёцер так едко написал императрица Елизавета Петровна приказала написать историю химии адъюнкту Ломоносову. То есть, он подчеркнул, что тут химики пишут нам историю. И вот со столкновения Ломоносова и Шлёцера началось столкновение норманистов и антинорманистов, которые в латентном виде продолжаются до сих пор в скрытом, хотя острая фаза давно уже прошла. В первой половине 18 века этот спор был очень острым. Вот почему. Начиная с Петра мы стали приглашать главным образом немцев. И до екатерининских времен, пока они не русифицировались, было острое противоречие между немцами при дворе и русскими. Немцы, немецкие, вообще иностранные офицеры и получали в два раза больше, чем русские. Только при Анне Иоанновне это закончилось. В правлении Екатерины этот спор угас, потому что немцы пытались доказать, что вообще немцы и создали когда-то скандинавы здесь государственность. Ну а Ломоносов естественно этому противостоял и говорил ничего подобного. Русь это Роксоланы это скифы сарматы и т.д. В правлении Екатерины второй спор угас, потому что исчезла проблема. Русские историки 19-го начала 20-го века разделились на две группы. Нормандскую версию разделяли Щербатов, Карамзин, Ключевский, Покровский. Ну и Ленина Ломоносова тоже не умирала. А спор норманистов и антинорманистов вспыхнул уже в советское время в 30-е и 40-е годы. Сначала в связи с противостоянием с Германией в 30-е, а потом в связи с компанией против космополитов и низкопоклонцев перед Западом. Академик Рыбаков, антинорманист, попытался обосновать историчность Кия или Кыя, от которого происходит Киев, однако ему это не удалось сделать. Кроме того, не получилось, Рыбаков отрицал и наличие вообще норманов в этой зоне, но здесь тоже его ждал неприятный сюрприз. Дело в том, что даже в Смоленской земле археологи нашли очень много молоточков. Это так называемые молоточки Тора. Кто знает, кто такой Тор? Бог огня и кузнечного дела, типа Гефеста у греков. Таким образом, если убрать политизацию вот этого процесса, политизацию, то получается в общем очень такой сложный процесс, характерный вообще для древности и средневековья, когда приходит какой-то народ, даже если признать, что Русь это термин, который фиксировал исходно шведов, из этого ничего не следует. Например, франки завоевали территорию нынешней Франции и растворились в Галлах. И от франков там осталось очень-очень мало чего. А народ называется французами, а страна называется Францией. И говорят они на языке, который не имеет отношения к языку франков. Кто, кстати, знает, на каком языке говорили мировинги и королинги, что это за язык был? И почему нынешние французские историки говорят, что мировинги и королинги это не французские династии? Французская династия начинается с Гуга Капета с 1989 года. На каком языке говорили франки и, соответственно, мировинги и королинги первые две династии? На южно-немецком языке совершенно верно, но народ называется французами. То есть в самом по себе этом ничего нет, но, повторяю, вопросы, связанные вот с этой очень древней историей происхождения индоевропейцев, происхождения славян, происхождения термина Русь, вопросы очень запутанные, очень часто политизированные и, в общем-то, очень увлекательные. В последнее время выходит масса интересной литературы по этому вопросу, которая заставляет очень многое пересмотреть. У нас, к сожалению, нет времени заниматься долго этим вопросом, потому что ждут нас значительно более увлекательные сюжеты, связанные, так сказать, с историей уже Руси и чем ближе к нашему времени, тем интереснее и увлекательнее. И вот с Рюриком и всеми этими проблемами Синеус-Трувор, кстати, запомните это, пожалуйста, потому что журналисты до сих пор говорят, я по радио несколько раз летом слышал Рюрик с братьями Синеусом и Трувором. Слава КПСС!